Народ, привет! Привет! Вот мы в аэропорту Джаму Киньята, на Аэропе. Уже вылетаем в Шаджу. Тут такой досмотр очень жесткий. Снимать обувь, причем дальше стоять. Тебя сканируют полностью 3 секунды. Один раз я перебью тебя. Были в Гонконге или в Сингапуре такая штука, как рентген у тебя просвечивает. Ты должен стоять вот так вот. У тебя так 3 секунды, так жук-жук. А что тебе сказала? Что у вас здесь, что у вас внутри? Так я думаю, боже, все, заболело. Оказывается, цепочка. Даже цепочка не сработала. У меня моя цепочка сработала. Показала цепочку, он так долго смотрел. Такой, ну ладно, проходи. Ремень сняли, все, сняли. Воду даже нам сразу сказали, без шансов проносить. Ну, такой контроль. Ну, а девочка, что регистрировала, тоже что-то. Не в дуплях, конечно. Я себе докупила два места, говорят, а я не вижу, что у вас здесь два места. Сразу, если говоришь реально правду. Бумажный билет ему. Сразу, если правду, сразу лицо, это, вы знаете, это просто посмотрите на это лицо. Это надменность. Не, мы не снимали. Мы снимали. Не, ну просто вот здесь, если у вас не дай богу. Два багажа. Ну ладно, я вам поверю. Подожди, она смотрела нас вот так вот. Белые обезьяны вылетают. Мы вот такие, ну короче. Синдром, как его? Синдром вахтера. Синдром вахтера. Тут работает на раз. Ну, короче, ну ничего, мы все позитивные. Хотя, из-за красной страны возвращаемся в Эмираты, в пустыньку, прилетаем в Шарль. Сейчас попробуем показать вам немножко аэропорт. Что здесь есть, какой дьютик, какие сувениры. Вот уже самолётики. Небольшой. Мы должны были вылетать из терминала А. Пришла смс, что из терминала С. Очень много Аэр-Арабии. Здесь мы летим Аэр-Арабия, а здесь Эмирейт, кстати. Ну, я не знаю. Ну, вот такой аэропорт. А это же кенийский. Пойдём, глянем, что здесь есть вообще. Интересно. Вот наши нехилые сумочки. Бананка. Правда, обычно говорят, только один вес. Но всегда у Наташи там бананка и рюкзак. У меня рюкзак и лэптоп. Как это твой вес? Тут еда наша. Потом увидите. Мы уже, по-моему, я не помню, мы показывали эту сумочку в каком-то из обзоров. И Наташа вернулась и купила. Всё-таки я вернулась за ней. Классная сумка. Сумка страуса с коровы. И я ещё ненормальный человек. Мы там говорим, что мы из страуса. Это сумочка из коровы. Это из коровы. Это сделана имитация. Вот так я не об этом. Я идиот реально пустила на ленту, когда в светяшку просто положила. И она застряла вот в этой ремнём. Эти стоят, вытягивают, остановили. Наташа кричит, это моя новая сумка. Это моя новая сумка. Что вы делаете? Помогите. Они такие, не беспокойтесь. Что вы, что вы? Это подарок из Кении. Это моя новая, новая. Кстати, кому нужно подзарядиться, здесь есть. Ну идём, покажем какие-то вот сувенирчики. Ой, ну всё такое яркое. Класс просто. Что это за страшный такой человек? Дед Мороз. Ой-ё. А ангелочек сколько стоит? А ангелочек красивый. Помнишь мы это? О, да. Мы у Анны смотрели. Это из банановых этих, она говорила. Сколько? 5 долларов. А тут в долларах всё. Даже переводить не надо. Удобно, удобно. Да, вот такой браслет, брасильон можно снимать. Я не понимаю, Наташа. Наташа, смотри, давай сейчас я пойму. Сколько стоит. А ты ищешь, я покажу. О, этот красивый узор. Яркий, вообще капец класс. 8 долларов стоит. 8 долларов. Смотри, он на вот этих штучках. Можете введить? Да, я аж хочу это сделать. Ой, слушайте, а вот это, ну не знаю, а такое мы не видели, по-моему. Я не видела. Ну, видите, чем-то всё ещё Кении. Ой, ребята. Нас удивлять, что не закрывается. Я застегну, ну вот. Ну, красиво. Прям как на пульсник такой поставил. Прям локоть не... Ой, запястье не вылетит. Если лев вас будет грызть, то... Ой, он это, он вас не сгрозёт. Ну, вот такая штучка сколько? Вообще не понятно, 3 доллара. 3 доллара. Так, что ещё? Давай бусики. Давай такие шикардосные бусики. Поставь бананку на пол, поставь лэптоп там. Что мы держим всё. Конечно, всё можно. Боже, какая красота. Слушайте, ну вот просто цвета, да? Цвета. Вот не хватает ярких цветов. Цвета. А это типа бусики вот такие? Да. Это как... А пример на себя? Слушай, мне интересно. Слушай, шокер или... Так это же всё время. А чё, а чё цену нет? Где цену нету? Ну вот на этом. На этом сейчас попробую найти. Не, а точно не видно, бумажки нет. Боже, красиво. Скажи, как красиво. А ну да, я тебе сейчас, извиняюсь, отойду, рюкзак кину, потому что башкинка держать. Прям с вами сразу и застряли. Вот вы такие же сроки, как мы, бросаетесь на всё яркое, а я, да, 12. Это стоит 12 долларов. Но это вот цвет вообще такой яркий, такой жёлтый. Нет, тёмно-жёлтый как раз такой. А ну. 12 долларов. Ну так ещё, по-божески. Ну, более-менее, мы, тем более, такого не видели. Да было, мы просто не... Ну, а прикольно смотрится вроде как, слушай, интересно. Опять же, куда это носить? На работу. Ну чего, а с другой стороны, куда это носить? А это камни? Нет, это всё бежо, это... У-у-у, тигрики, львята, сейчас гляну. Ну, они с этим... Ну, цвета мне нравятся, цвета. Кения яркая страна. Мы вам её показали, я очень надеюсь, что вам понравилось. С 10 долларов, я уже вижу. С 10 долларов, видишь? О, подожди, стой, стой, стой. Бисер, бисер. Ой, хороший, ой, хороший. Вообще, ну... Залипли, залипли тётки фермы. Ну, более-менее. Поси как смотри. О! Элементарно. Ну, прикольно, мне кажется, тебе красное пошло бы. Ну, я на голову. Джамбо, джамбо. А ну, что там с этим? Пояс. Пояс какой. Ой, вот этот, вот этот, вот этот, смотрите. 45 долларов. 45 долларов. Это было вот, когда на сумку покупали, это было вот тоже... Ну, 45 так дороговато, что ли, он кожаный? Да. Насколько он будет держаться? Помнишь, мы тебе за несколько долларов буквально купили в музее Абу-Даби? Лазер. А from whom? Као? Као. Коровка, коровка. Да? This is for men. Для мужчин. А, because maybe... This is for ladies. What difference? I like this. А здесь 30-ку стоит. Тоненький, это тоненький, это тоненький. Ага. Окей. А что вы ещё у вас есть? А смотри, ещё все ребенка там есть. Чашечки всякие. Боже, ам-ам, не кушай меня. Сколько? Пятнашка. Ну, 15 долларов. Ну, нормально, ты не успел купить сувенир, в принципе. Да, это прилично. Но это ещё... Мы были в аэропортах, вот там цена так цена. Ну, давайте такого вот среднего тигра, леопарда. 10 баксов, нормально. Вы ещё с большой борьбой будете выступать. Боже, Наташа всё ещё хочет. 20 долларов? Блин. Ну, за 20 нормально, Наташа. Твоя мечта, давай. Нет, я хочу большой. Большой? Наташа большой хочет. Я хочу, чтобы подставочка была, как у нас в этом. Какие шкатулочки? Смотри, одна, вторая, третья. Посмотри, если это набор или пара. Я не знаю. А здесь all together? Да. Так, мы это... Да, там вещи-вещи. Вещи с бенгами, с документами, друсили. 18. 18. 18. Это тоже классный, кстати, вот этот наборчик такой, да? В общем, слушай, подожди, я что-то вообще... Опять жирафа, это моя страсть. Ну, мы же купили жирафа на острове. Покажем, надеюсь, видео по Чумкении. Будем снимать уже дома. 10 долларов жирафа. Классно. Ну, магнитики еще. Ой, народ. Ой, не отпускает Кения, не отпускает. О, магнитики. Мы мотатку, кстати, хотели, но мы не нашли ее. Ну, сколько мотата стоит? 6 долларов. Ну, дорого, и он каменный. Ну, честно, каменный магнит, знаете, когда он... У меня какой-то магнит упал, когда-то и разбился. Я так переживала, блин, мне его перевезли. Не помню, с какой стороны, но я там не было. Этот, похоже, магнит у нас из андибара есть такой. Мотата классная. Хочу обратить внимание, это ватаму, вон же эти сумки были, но там было даже нежнее. Тут она стоит сколько? 30 долларов. Ух, какая жесткая. Вот так вот лечь, потерять спину, и у вас будет такой пилинг. 30 долларов на 40, это 1200 гривен на наш, на украинские деньги, а там было 3000 этих шиллингов. 3000 – это 8-8-8, 24 доллара. Ну, это дешевле, но там было, мне больше понравились ватамы, поскольку там была еще такая штучка, и очень нежная выделка кожи, и такой цвет, как раз. Но, классные штуки, натуральные. А вот они, Наташ, вот они висят, вот они. И маленькая, о, фенечки есть, класс. Фенечки по 5 долларов. Ну, я же говорю, еще по таким ценам, еще очень даже народ. Как вы считаете? А ну, вот такие вот, вам бы сели. Ммм, мы были, видели с вами столько сафари, видели с вами Килиманджаро, 4 доллара. Нормально. Мне, кстати, вот эти больше нравятся магниты, потому что они остаются в живых, когда падают. Я переживала, когда магнит на упал. Африка. Серьги Африка. А цена бесценная. А, тут уже тут. А, вот она и вот она. Сейчас, одну секунду. Угу. А ну, приложи к местности. Приложи к местности. Это и карту к местности. Теперь Африку. Ну, здоровые. Ну, нужно знать, что это Африка, потому что, не догадаясь, что это Африканский континент, ну, непонятно, что на Наташи висит. Вот это вот классный еще Акуна Матата. 6 долларов. Ну, магниты, вот, конечно... Это 8 долларов, сережечки. 8 долларов, сережки, да. Ну, магниты, конечно, так, ну... Недешево. Кенийское пиво. Ну, тоже 6, чему я удивляюсь. Там все. Ну, вот еще такие вот браслетики. 6 долларов, кто не успел купить. Сувенирчики. Ну, все возможно. Были бы денежки, да. Одинаково? Ну, посмотрим. Еще посмотрим. Ну, что мы там не взяли? Не знаю, смотри. Ну, сколько? Для деток, соседям по мозгам бить. 5 долларов, красиво. Ну, это просто целый такой... Так это как вертеп. Да, это как Кришли Иисус, он лежит. Это вертеп. Сколько стоит? 15. Картины вот такие же Анна показывала из листьев, да? Это вот так. О, это класс. Африка. Это важный план. Я тоже это где-то видела. 12 долларов. Ну, мы видели это там, где мы были в парке жирафов, там снимать не разрешили. Сколько? 20 долларов. На сайтике 20 долларов. А сколько здесь шлепки стоят? Калифория, они 1400 или 1200 стоят. Калифория, они 2000 стоили у многих этих. Да, 30 долларов. О, тут красивее сделано. Это 3000, значит. Ага, а так стоит 1400. Ну, смотри, обручи с жирафами. Кстати, если вот вы сомневаетесь... О, так тут как-то еще так сделано. Слушай, если вы сомневаетесь, то я видела много на людях, ну, на местных. Но не ходят. Элементарно носят, да. Ну, вот такая фенечка почем. Такая. Смотри, на каждую цена 8 долларов. Ну, это что-то... Вы погнали. Смотри, это этот... Фейерверк. Да, как это. А, вот. Фейерверк, фейерверкер. Сколько? 20 долларов. 20 долларов веер. Кошелечечки, красивый паспорт, пятнашечка. Жестковатый. Тоже здесь пояса. Ой, какой слон. Класс. Слон 15 долларов. Классный. Да, сейчас. У меня красиво. Да, у Наташи сделаем видео обязательно. Не знаю, по-моему, показывали уже в киоске Уанны. Мы купили Наташи и там бимба. Так, вот эта вот женщина стоит. 10 долларов. А, это свечечка, да, наверное? Потому что она такая сама жесткая. То есть куда-то положить. Можно сумку порвать. Зебра. Джирафа. I like to move it. Пятнашечка. 15 долларов. Ху, машина из пробок. Самолет из пробок. Ай, класс. 15. Вот такое, конечно, мужчине подарить. Он, наверное, будет смеяться. На коллекцию. Такие штучки. Ой, тяжелая. Народ, килограмм где-то. 8 долларов. Очень тяжелая. Ой, жирафка такая. Класс. 15. Вот такие мульти. Вязан. Санта-Клаус, подожди, не трусил в голову. 15. А вот это, видела? Эти куклы. Это большая. Кукла Вуду? Нет, чего? 15. С малышом. А, ну красивая, да. 15. Не, 15, как игрушку для ребенка, нормальная еще купить. И слоник 5. Слоников мало осталось. По 5 долларов хорошая цена, слоников мало. Ну, такой обзорчик прикольный. Слушайте, интересно. Так кто? Такие по-потамчикам. А ну. Что, сколько цена? 15. Да, да, да. У меня дракончик какой-то с этим, с прической еще. О, так дракончик реально. Где же он гиппо? Ну ладно, я ушел. Драконов здесь мы не выделили. Только о варанах. Я дракон. Нет, у Наташи бусика в жизни недостаточно. Они 15, кстати, стоят. Не знаю. А мы, наверное, сказали. Какая цена? Эти, по-моему, сколько оно? Эти 10. А, на чем-то рассказали здесь. Эти вот эти, вот большие. Ну, просто вот Наташа на темную футболку и ходила. Может, ей-то и красные лучше пойдут, но красных здесь нет. Здесь нету красных. Ну, вот эти давай. Не хватает в жизни бусиков. Можно на белую футболку нормально будет. Футболка темная. Желтый цвет ты не любишь. Опять, давайте это Наташа. Попробуй розовый. Наташа такая, типа, ну к чему это? Наверное, какое-то желание, вот что-то оно было. Желание, чтобы были гусики? Да, чтобы были гусики. А зачем они? А эти одеваешь так, а это застежка. Это 15, да? Да, это застежка. Ну, они прикольные, но опять-таки футболка почти такого же цвета. Поэтому, может, и... Она теряется, да? Ну, я тебе просто не скажу, классные или нет. А ну, народ, чтобы... Девушки, особенно в комментах, пишите. Ну, это слишком красиво. Ну, это как ты в слюнявчике, типа, знаешь. Это вообще класс. Так, Наташа, попустись. Что, и другое померишь или нет? Сейчас я что-то помню. Ну, вот если... Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, какое-то... Своё звучание, свой цвет. Может, малиновые слышали? Ну, это тоже на розовенькие смотрела. А может, чёрные? Вот эти весёлые. Боже, у меня столько уже этих и натуральных бусиков. Вот это чокнуться могут. Ну, Наташу от бусиков каких-то парфюмерия не остановить, похоже. Кстати, я в завещании напишу бусики. И мои родственники будут смеяться надо мной. Они будут бороться за твои бусики или что? Да, я тоже так думаю. Давайте все будем лечить. Вот примерка бусиков в аэропорту. То есть... Не аэропорт показываю, а примерку бусиков. Ну, думаю, интересное видео. Боже, Наташ уже 5. Сейчас 5 возьмёт. А что такое? А ты чёрные хотела? Чёрные, так... Ну, давайте чёрные. По просьбам телезрителей. С них и начнём. Ну, ну, давай. Ёлки-палки. Вот это крути. Вот это крути. А ну. Я вообще их не вижу. Цвета Ювентуса. Дай его носить. Ну, только на белую футболку и... Вы бы взяли? Или на купальник, ну, чтобы было видно. Ну, купаться в них странно. Не, не. Причём купаться? Не, это как... Это для более тёмной, мне кажется, кожи. Ну, нет. Красиво. Вот на неё, вот на девочку я смотрю, вот ей бы вообще было бы... А вот это... Я сейчас голубые померяю. А вот эти я не буду. Я померяю, ну, это... У меня есть натуральные такие. Поэтому глупы покупать. Ну, весёленькие, кстати, такие, знаешь, так вот. Освежают. Ну, честно, такое ощущение, что ты просто шата одела, как бы... Скажи, есть бусики, а есть... Верёвочку одела. Не, да. Да. Надо подумать. Ладно. Короче, у нас есть чат. Давай я вот это ещё и обещала померить. Не, да. Я вам ещё не надоела. Не, я думаю, интересно всем смей. Даже мужчинам, как ты меряешь бусики. Мне сам цвет нравится. Не, ну, опять-таки, куда это носить? Знаешь, такое вот много-то, ну, ты вот... Много-много. Вот у меня, посмотрите. Ну, вот красотулечка, всё. Доллар в чем-то, вот. Всё, что у меня устроило. Класс. Вот эта тема. Ставьте лайк. Я подумаю. Пишите в комментах, что бы вы взяли. Наташа нашла велосипед в аэропорту. Классно, да? В кафешечке. Покрашено, сделано. Смотрите, какие кресла. Ну, реально шина покрашена, да? Краска только лезет уже. Прикольно. Она крутится. Вот здесь такие перекусы. Может, сейчас купим покушать что-то? Фидалька крутится? Да. Ну, прикольно. Да, вылезет. А пострички не кресла. Угу. Классно. И там где-то дальше кофе, чаёк. Цена, ну, так чуть-чуть где-то. На доллар. На доллар дороже. Ты не снял какие? Чуть не упала. Не знаю, Наташа не уверена. Ну, там уже выход. Нам ещё час до бординга. Чего же мы будем идти-то? Так я пойду. Ну, посидим ещё. Вот. Единственное, что купили. Литр воды. Три доллара стоит. Триста пятьдесят. Триста пятьдесят. Три доллара, потому что нам там дадут, но мало. Двести пятьдесят на человека. Можно, конечно, дергать бортпроводника постоянно, пометь, у нас есть орешки, чипсы, колбаска свиная с булочками. Так что, ну, нормально. Странно, вот реально, люди сидят, смотрите, уже час, типа, идёт посадка. Ну, не посадка, люди сидят там. У нас ещё до реальной посадки полчаса. А выйти обратно уже нет возможности. Нет, ну, лет там есть, но вот сюда, типа. Ну, особо здесь нечего ходить. Ну, ну, что, кафешка. Вот там классные штучки, вот там места, два места. Да. И там классно посидеть тоже. Ну, и ничего, уже скоро пойдём тоже там, будем сидеть, уже ждать. Народ, ну что, показали вам немножко аэропорта. Честно, алкоголя нет, сигарет нет и духов нет. Ужас, что делать, что делать? Не знаю, просто нас перенесли из терминала А в терминал С. Поэтому он маленький, наверное, ничего не надо. Ну, купили водичку, показали вам гусики, сидим, ждём. Ну, терминала намного больше. Ну, и хорошо, меньше соблазнов, меньше соблазнов. Хорошо. Надеемся, всё будет в порядке. Эля, Рабия уже вам показывали. Гусики. Гусики. Наташа с камешками, вот её гусики, вот у меня гусики. В принципе, всё нормально, вот наш. Рейс, смотрите, очень странно, да? Файнал холм, а на самом деле, вылет у нас в 13.55. Файнал холм. Сейчас, уже 12.15. Сейчас 12.15. Ну, и хорошо. Надеюсь, странно, да? Файнал холм, это финальный звонок. То есть вас уже объявляют по имени, фамилию, если не дай бог вы опаздываете. Ну, кстати, если что, можно... Главное, что не везер. Да, это точно. В Краков, потому что в другие направления не знаю. Из Кракова обратно. Из-за этой вот стекляшки, где мы сейчас сидим, можно выйти, отдать посадочные, да? И ты выходишь, что-то спаста там. Туалет за нами, туалет есть. Кофейка хочешь, что-нибудь покушать там? Ну, за такие деньги не очень надо. Мы с собой всё взяли. То есть, я не знала, что можно выйти. Выход есть. Я думала, что не выход есть. Выход есть всегда. Выход есть всегда. Всего доброго. Такое небольшое видео про аэропорт, где мы намерили с вами бусиков. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комменты, ставьте лайки. Всегда вам рады. Смотри, даже человеку не интересен. Всем пока. Пока. Ну что, что я машу? Не могу не снять этот момент. У нас четверть уже самолета вызвали. Смотрите, люди просто по полосе идут. То есть, оттуда. Они вот там вот заходят. Вот вызвали все синие сиденья. Заходят. Идут просто пешком в самолетик. Ну, не работает, видимо, этот рукав. Ну да, мы такие обрадовались, что мы в рукав. Просто люди пешком идут по полосе. Ну, прогуливаются. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Да, очки надо одевать. Мы сложились вон. Вообще красота. Так и куда они идут? А, не знаю, кто-то... Они еще подальше идут, не поняла. А, они, наверное, в тот хвост. А, не хвост. У кого в местах с 16-го, по-моему. У нас 9-я. То есть, нам ближний. Вам видно, да? Офигеть просто. Это сервис, я понимаю. Это сервис. Еще немножко витамина D. Прошел еще, отструсился чуток. Вот чипсы, что поел, оттрусил. Женщины идут в береньких таких одеждах. Прикольно. Ну, сервис хочу. Все, идут отлично. Вообще класс. Вы нравится? Не-не. Да мне-не, мне смешно просто. Сейчас я еще припотею в очках. А хотелось бы сразу все забрасывать на это, на полку. Вот это сервисище, народ. Пишите, у вас такое было. Ну, мы в Монбасе тоже шли, как бы. Ну, извините. Найроби, Интернешнл, аэропорт. Пишите ваши комменты, ставьте лайки.